Приветствую, друзья! Сейчас, как вы знаете, на 1 июля самое главное событие в Украине это открытие рынка земли. И практически канувший в лету Владимир Борисович Гройсман сейчас его активно раскручивают каналы Рината Ахметова. У него достаточно неплохой рейтинг, по крайней мере, ему рисуют проходной балл больше 5%. И он высказывается по поводу рынка земли. Давайте с вами это послушаем. 1 липня, это не только второй месяц лета, но и начало недолуга реформы рынка земли. Так, Владимир Борисович, критикуем рынок земли. Понятно, понятно. Интересно, почему? Аргументируйте. Какая, в принципе, в том формате, в котором ухвалила делающая большинство, сделает Украину просто и украинцам беднейшими. Ага, запомните это слово. Беднейшими, сказал Владимир Борисович Гройсман. А можно ли поподробнее, Владимир Борисович? Экономика должна развиваться, и Украина должна стать экономично сильной, финансово сильной Украиной. Поэтому в таком виде, как они нам пропонуют земельную реформу, она сделает украинцам просто беднейшими. Экономике конец. Фермерству конец, если открыть рынок земли, говорит Владимир Борисович Гройсман. Я уже просто не могу сдержать улыбку, потому что сейчас мы с вами сделаем маленький экскурс в историю. 29 мая 2017 года. Владимир Борисович Гройсман является премьер-министром Украины и говорит свою позицию по поводу рынка земли. Открытие рынка земли стимулирует экономику, приятет розвитку фермерских господарств и создание производительной инфраструктуры в селах. Ой, Владимир Борисович Гройсман, ой, это не вы говорили, нет? А то что-то, знаете, запахло политической проституцией. Про это премьер-министр Украины Володимир Гройсман заявил при обговорении главных положений земельной реформы. Ну давай, Володя, уже до конца покажем людям, твоим избирателям, твоему электорату, насколько ты беспринципиен. Ну и чтобы Ренат Леонидович махнул на тебя рукой и не дал денег. Розвиток экономики 100%. Но мы должны отходить от сыровинного типа, создавать доданную вартость на местах. И это означает, что фермерство это лучшее может сделать. Малый и средний бизнес. Чем это пахнет? Зашквар. Знаете, друзья, таким политикам, как Юлия, как Гройсман, глубоко плевать на рынок земли. Будет он в Украине открыт? Не будет. Будут продавать землю иностранцам? Не будут. Этим людям интересно лишь одно. Насколько они будут причастны к дерибану земли? Сколько они получат? Какой процент, какой дешевт у них будет от того, что земля будет продана? Если у них нет возможности продавать землю и иметь какую-то выгоду от этого, они, конечно, будут против рынка земли. Если они будут при власти и будет какой-то процент от этого, то они двумя руками будут отстаивать этот самый рынок земли. Вот такая незамысловатая логика среди украинских политических проституток. В конце этого ролика я бы хотел вам показать маленькую такую зарисовочку, как парочкой беспринципных высказываний можно превратиться в политического трупа. Пока! Розвиток экономики 100%. Субтитры создавал DimaTorzok